Я должен перед вами сразу извиниться. Вы можете проверить улица Рассалима, психиатрическая лечебница имени Корсакова. Доктор Шмаков Иван Тимофеевич, 1967 год, Гена, лежал один месяц. Этот доктор сегодня дежурит в буйном отделении. Однако он мне согласился не только дать интервью, но и даже дал выписку из истории болезни. Это не шутка. Хазанов Геннадий Викторович, 45-го года рождения, страдает легкой формой слабоумия, проявляющегося в беспричинном смехе, гримасах и желании передразнивать врачей и пациентов. При несвоевременном лечении болезнь легко может развиться в манию. Например, манию величия, поскольку больной уже сегодня утверждает, что станет народным артистом, прославится на всю страну и даже будет награжден орденом дружбы, указом президента России, которого, как известно, в Советском Союзе нет и быть не может. Москва, 10 декабря 1967 года. Я побеседовал с доктором. К сожалению, я не могу вам принести фонограмму этой записи, но я ее расшифровал. Ну, немножко, полностью я не буду занимать ваше внимание. Вот что он сказал. Это очень симпатичный врач. Я вам его рекомендую. Лично мною, как врачом-психиатром, замечено, что время от времени нашим обществом овладевают коллективные формы безумия. В первые годы перестройки это безумие принимало форму митингов, на которых все хотели сказать друг о друге гадости. Когда закончилась эпоха митингов, безумие в нашей стране обрело форму презентаций, на которых все хотели друг с другом выпить. В этом году безумие приобрело совершенно особую, я бы сказал, изощренную форму, форму юбилеев. С последующим банкетом, на котором все хотят сначала выпить, а уже потом сказать друг о друге гадость. Мы с вами живем воистину в юбилейный год. Сменяя друг друга, по стране шагают 50, 60 и 70-летия. Но секунду, если себе представить количество сил, средств, нервной энергии, которые тратят на эти вечера юбиляры, Если к этому добавить, что своим юбилеем они хотят переплюнуть юбилей товарища, Становится абсолютно ясным, что ни один психически здоровый человек такого несчастья себе искать не будет. Все наши юбиляры, повторяю, все без исключения больны. Для начала вспомним 50-летие Никиты Михалкова. Не спорю, прекрасный актер, режиссер, но несмотря на все его призы и награды, Я никогда не считал его полностью здоровым. Диагноз он когда-то поставил себе сам. Свой среди чужих, чужой среди своих. Однако то, что мы увидели на его вечере, превзошло все ожидания. В огромном зале собрались тысячи людей, незнакомых друг с другом, Симфонические оркестры, казачьи ансамбли и цыганские хоры во главе с Зурабом Саткелавой. Весь вечер подряд люди несли про юбиляра такое, что у него просто поехала крыша. В результате ему стало казаться, что он находится в состоянии невесомости. Он воображает себя космонавтом, летает по телевизору все время над страной И называет города, которые хочет приватизировать. Возьмем другой вечер, во МХАТе, 60-летие Олега Павловича Табакова. Прекрасная публика, чудная атмосфера, замечательный концерт. Все было бы хорошо, если б не сам юбиляр, Который когда-то в послевоенные годы слегка тронулся умом на почве недоедания. Весь вечер, не обращая внимания на поздравления, он уничтожал съестные запасы страны, Время от времени запивая их водкой, который к концу вечера выпил около литра. За все это один из выступающих назвал его великим русским актером. Спорить трудно. Человек, который в одиночку может выпить литр, Конечно, великий и уж безусловно русский. Я не говорю про 60-летие другого юбиляра, из театра «Современник». Хронический, больной, страдающий редким заболеванием. Это не мания величия, не мания преследования. Это совершенно особая мания, которая в медицине называется эпигромания. Она состоит в том, что при каждого встречного хочется сказать гадость, причем в рифму. Этот юбиляр позвал на праздник людей, половину из которых он собственноручно смешал с навозом, а вторую не успел. За него это сделал поэт-пародист Иванов, ставший со временем патологическим демократом. Все жертвы этого юбиляра, вместо того, чтобы сказать правду, вышли и стали петь ему дифирамбы. А теперь возьмите сегодняшнего юбиляра. Я не вспоминаю его пребывание у нас, но посмотрите, как с годами у него развелась мания преследования. Я с ним беседовал по телефону, ему кажется, что он все время один, что идет война, и он попал в окружение. При этом совершенно не хочет замечать, что это окружение президентское. Образно говоря, он испытывает раздвоение личности. Он хочет дружить с Борисом Николаевичем, а работать у Бориса Сергеевича. Не могу отрицать, что за проведенные годы артист приобрел огромную популярность. Достаточно сказать, что сегодня в нашей больнице находятся на излечении сразу трое Хазановых. Естественно, все они больные люди, это их бред. Все они не настоящие Геннадии. Но я вовсе не уверен, что четвертый гена, который сегодня устраивает юбилей, это тоже настоящий Хазанов. Настоящий Хазанов еще придет. Верьте мне, он сыграет такие роли, он покажет такое мастерство, от которого все мы сойдем с ума. И я не вижу тут ничего страшного. Наш мир интересен только своими гениальными безумцами, сумасшедшими художниками, ненормальными писателями и свихнувшимися учеными. Скучно жить среди нормальных людей, господа. Москва, 2 декабря. Доктор Крымов.